Так именно подписано письмо. Скажите, пожалуйста, владыка, почему необходимо исповедь? Почему нужно вслух священнику называть свои грехи? Разве Бог не видит их и так? И не довольна ли простого личного покаяния? Простите, может быть, вы уже отвечали на этот вопрос, но он меня мучает, потому что для меня преодолеть стыд и рассказывать о себе постороннему человеку трудно. Ну что же, совершенно конкретный, практический вопрос, с которым, может быть, многие люди сталкиваются в моменты исповеди. Поэтому понимать, что происходит во время исповеди, очень важно. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно коснуться истории. С самого начала существования христианских общин, верующие люди приносили покаяние перед церковью в своих грехах. Вот такого чина исповеди, как мы говорим, таинства исповеди, выделенного в определенное чинопоследование, в древности, конечно, не было. Все это происходило естественным и спонтанным путем. Христиане в то время сознавали очень ясно то, что сегодня из нашего сознания уходит. И то, что выражено дивными словами символа веры. Верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. Мы верим в святую церковь. А церковь ведь есть община верующих людей? Или, как пишет митрополит Филарет Дроздов в своем знаменитом катехизисе, есть общество веры? Общество христиан? А может ли быть общество, даже верующих людей, святым? Ведь грех постоянно присутствует в жизни каждого из нас. Когда мы приходим в храм и становимся молящейся общиной, которая совершает святейшее таинство Евхаристии, оно совершается не только епископом или священником, оно совершается всей церковью. А его совершает вместе со священником каждый верующий человек. Кстати, именно поэтому и называет апостол Петр простых верующих людей священниками. Вы, царское священство, люди, взятые в удел. Каждый христианин соучаствует в совершении таинства Евхаристии. И в этот момент община верующих людей, молящаяся Богу и совершающая святейшее таинство, является собой образ святой церкви. И в древности члены этой общины, в том случае, если они сознавали, что какой-то грех совершили, понимали, что не могли быть вместе с другими, сознавали, что не могут переступить порог храма или того помещения, где святая община верных совершала божественную Евхаристию, совесть не пускала людей. И поэтому стояли в притворе. Откуда притвор взялся в архитектуре храма? Вот как раз от того самого стояния людей вне общины. Притвор – это не тамбур, где нужно сравнять температуру, особенно в зимнее время. Притвор – это то место, где стояли раньше члены общины, сознававшие свое несовершенство, не готовые переступить порог храма и соединиться со святой общиной веры. Особенно вот эта практика стояния вне храма стала развиваться в то время, когда появились отпавшие от церкви в результате гонений. Не все выдерживали гонения, не все выдерживали допросы с пристрастием, с пытками. Многие из-за страха за себя, за своих ближних шли на то, чтобы отказаться от исповедования Господа и Спасителя, отказаться от имени христианина. Прямо или косвенно принести какие-то жертвы в виде цветов или воскурения фимиама к подножию изображения императора. Все это, конечно, было. И вот люди, которые отпали от церкви в результате гонений, которые сказали о том, что мы не христиане, движимые снова совестью и любовью ко Спасителю, шли в свою общину, но не смели туда войти. Они стояли вне храма, в притворе, а может быть даже на паперте. А для того, чтобы им снова быть сопричислено церкви, необходимо было исповедовать свой грех. И они его исповедовали. Не так, как мы сейчас перед батюшкой, под Петрахилью, шепотом. Они исповедовали свои грехи вслух. Так поступали отпавшие в результате гонений, но так поступали и другие верующие люди, которые, совершая грех, чувствовали, что отделили себя от общения со святой церковью. Они не святые, они грешники. Вот так и развивался чин исповеди. И вот, может быть, в свете того, что я только что сказал, становится и понятным роль священника. Мы своим грехом отлучаем себя от церкви. Поэтому церковь должна нам простить этот грех, чтобы разрешить вернуться в общину. Значит, должно быть лицо, которое от имени церкви принимает это покаяние и прощает. Не от имени Бога. Бог сам прощает человека. От имени церкви свидетельствует, что грех искуплен покаянием. Входи в храм Божий. Выйди из притвора. Соединись с общиной веры, совершающей Евхаристию. Не случайно в момент исповеди священник читает удивительную молитву, в которой выражено все то, о чем я сейчас говорю. Обращаясь к Богу, он просит от имени церкви Господа, примири и соедини его или ее, со святой, святей твоей церковью во Христе Иисусе Господе нашу. Он или она отделили себя от церкви грехом. Прости их, как их прощает церковь, чтобы они могли переступить порог общины и принять участие в святой Евхаристии. Не стеснялись в древней церкви исповедовать свои грехи христиане не только перед епископом, не только перед священником, перед всей общиной. Выходили на середину храма и громко исповедовали свой грех. Наверное, это тоже требовало мужества. Ведь в общине стояли соседи, знакомые, может быть, родственники. А может быть, даже люди чужие. Или те, с кем исповедовавшийся был связан узами профессиональной деятельности. Поверьте, тем древним христианам было не проще исповедоваться, чем нам. Может быть, нам сегодня исповедоваться так было бы проще в каком-то незнакомом приходе за сотни километров от того места, где мы живем, где нас никто не видит и не слышит и не знает. А они исповедовались в том месте, где они жили, трудились. Это требовало огромного мужества. Но именно такой была исповедь в Древней Церкви. Таинство исповеди имеет огромное значение. Вот именно, в первую очередь, мистическое значение. Оно нас возвращает в Церковь. Оно нас, несмотря на совершенный грех, примиряет с Церковью и с Богом. И совершается это деяние в ответ на наше раскаяние. Чувство стыда всегда присутствует, когда нам приходится говорить о своих плохих поступках или когда об этих поступках, помимо даже нашей воли, узнают другие люди. Очень часто мы открещиваемся от этих поступков, обманываем, говорим, что мы так не думали, так не говорили, так не делали. Нам стыдно. Должен сказать, что это хорошее чувство стыда, стыд. Стыд – это всегда ущемленная совесть. Стыд – это скрытое осознание греха. Стыд возник тогда, когда первые люди согрешили. Они устыдились, потому что почувствовали ущемленной свою совесть. Не нужно этого чувства бояться и не нужно его избегать. Если стыд присутствует, значит, совесть жива. И нужно находить в себе силу и мужество раскаиваться перед церковью. Может быть, нечто поможет вам преодолеть все то, о чем я сейчас говорю, осознанием того, что священник, принимающий исповедь, связан присягой. Никогда и ни при каких обстоятельствах он не может другому человеку сказать о том, что слышал на исповеди. Потому что, если скажет, примет на себя смертельный грех и будет Богом наказан. А если о его поступке станет известно епископу, то будет изверженность своего сана. И каждый священник это хорошо знает. Мне, может быть, посчастливилось в жизни. Я никогда не встречался в своей жизни со священником, который даже мне, как архиерею, что-то рассказывал бы о исповеди. И я это очень и очень ценю. В наших пастырях есть это сознание огромной ответственности пред Богом и перед Церковью за исповедующегося человека. А что мы имеем в результате исповеди? Вот хотел бы в связи с этим прочитать вопрос, который также к нам пришел. Владыка, скажите, пожалуйста, что такое радость в православном понимании? Почему все время в акафистах нас призывает радоваться? Это, наверное, все-таки какая-то другая радость, не житейская, не обыденная. С уважением, Светлана Леонидовна Кочнева, Хвалынск, Саратовской области. Вот в результате исповеди, так же, как в результате участия в таинствах, общения с Богом, мы обретаем особое состояние духа, именуемое радостью. Радость – это синоним счастья. Это не веселье, которое возникает под влиянием других людей или каких-то смешных историй или веселой музыки. То самое веселье приходит и уходит очень быстро. Оно следа в душе не оставляет. Освобождение от греха оставляет глубокий след, меняет внутреннюю жизнь человека или, по крайней мере, призывает человека изменить свою внутреннюю жизнь. исповедь является важнейшей составной частью нашего духовного опыта, нашей религиозности, нашего образа жизни. И да побожет нам Господь исповедовать свои грехи с дерзновением и силой, дабы, очищаясь от греха, обретать радость в сердце. А через это и менять свою жизнь к лучшему. На этом я завершаю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.